Мы продолжаем читать наставление Святаго Преподобного Яна Касьяна Римлянина из 2-го тома Добротолюбия. Напомню, что мы читаем 68-е слово. Оно очень длинное, практически две страницы занимает. И в прошлый раз мы разобрали первую часть, это 68-го абзаца. И разбирая этот абзац, мы выделили, что человек, он доходит до сребролюбия не в раз. То есть это падение совершается постепенно. Человек начинает с того, что сомневается в промысле Божьем, начинает лукавить для того, чтобы каким-то образом скопить на какой-нибудь черный день нечто. Потом он начинает переживать, потому что надо где-то это сохранить, то, что он скопил. И четвертое, он начинает думать о том, как бы это приумножить, потому что, естественно, это надежнее будет. И мы говорили, что все это в совокупности свидетельствует о неверии в Бога. И вот если человек проделает все эти четыре ступени, и ни на одной из них не остановится, ни на одной из них не споткнется, потому что, ну, во-первых, есть Бог, который заботится о человеке, и посылает ему в разумление, или в разумляющих людей, или в разумляющие помыслы. И человек пытается, ну, что-то как-то услышать и остановиться, когда он понимает, что тот рубль неразменный, который он копил на черный день, ему это оказалось вполне разумным и даже трезванным, и исполнен всякого, скажем так, рассуждения, дара даже рассуждительного, и вдруг он начинает замечать, что там уже далеко не рубль, и дальнейшее накопление этих рублей просто не дает ему покоя ни день, ни ночи, он может остановиться и одуматься, что же он делает. То есть, на самом деле, он может остановиться на каждой из четырех ступеней, или когда он начинает лгать и изворачиваться для того, чтобы незаконным образом скопить себе деньги. Он может одуматься и посмотреть, что же я такое делаю, и исправить положение вещей. Но если он ни на одной из четырех ступеней не остановится, то тогда, как пишет об этом Иоанн Касьян, начинает развиваться неистовство страстей. Вот вторая часть 68-го абзаца. Когда же и это удастся ему, то по его желанию, тогда у него возникает жаднейшая алчба золота, которая затем все тем сильнее и сильнее разгорается, чем большее количество прибыли получается. Ибо с умножением денег увеличивается и неистовство страсти к ним. В подложку ей приходят далее другие заботливые помышления, обещается долгая жизнь, преклонная старость, немощи разные, продолжительные которых в старости и перенести-то. Не будет возможно сесть в раннее летание заготовить побольше денег. Так несчастная душа, связана будучи узами, сей змеи слебролюбие все далее и далее влечется, в желание с непотребной заботой умножать недобре начатое собирание имущества, сама в себе порождая заразу, которая все же жестче и жестче пожирает ее подобно пламени. Будучи вся поглощена коростолюбимым помыслом, она ни на что не обращает сердечного воззрения, кроме того, откуда могла бы достать денег, чтобы с ней поскорее улететь из-под иго монастырской строгости. Коль скоро блеснет ей какая-нибудь надежда на получение денег, тут она ничем уже не дорожит, и за ней она не погнушается ни ложью, ни клятвопреступлением, ни воровством, ни нарушением верности, словом золота и чаяния корысти. Во всем бывает для нее Богом, как для иных чрева. Поэтому блаженный апостол, провидя пагубный яд сей болезни, назвал не только корнем всех зол, но и идолослужением, говоря, и любостяжание, еже есть идолослужение. Послание к Коринфянам, то есть к Колосинам. Вот это неистовство страстей развивается в человеке, если он не остановится на пути и начинает исполнять некие действия по умножению того сокровища, которое он первоначально скопил. Остановиться уже невозможно. Это страсти раздирают, и дальше придется долго и долго с ними бороться. Лучше остановиться на одной из ступеней, но если уж не получится, что ж теперь делать? Открывается долгий, трудный путь к покаянию. Мне хотелось бы подчеркнуть, что все это изначально по духовному своему, скажем так, анемнезису, по духовному своему характеристикам это никакого отношения не имеет, вообще никак не связано с уровнем состоятельности каждого конкретного человека. То есть, сребролюбие как страсть и количество денег как факт, это вещи напрямую не связаны. Количество денег может быть итогом сребролюбивой страсти, но человек может начать копить, собирать деньги из-за того, что он сребролюбив, но он может быть богатым, состоятельным человеком в достатке вне всякого сребролюбия, он другим способом приобрел эти деньги. Большинство людей считает, что сребролюбие и богатство – это вещи взаимообусловленными, что всякий богатый непременно и сребролюбив, так же, как и всякий сребролюбив непременно богат. На самом деле, сребролюбивых гораздо больше среди несостоятельных людей, чем среди состоятельных людей. И, ну, это, если человек задумается, поймет, что это, ну, так и должно быть вообще-то, потому что человек становится сребролюбивым именно потому, что изначально первой его интенцией, первым его посылом, стремлением ко всему тому, что он начинает делать, является переживание по поводу завтрашнего дня, вернее, послезавтрашнего дня. Переживание по поводу того, что будет, если вдруг. Поэтому важно понимать, что вот часто очень в обыденной речи сребролюбивым называется просто состоятельный человек, будто бы человек, не имеющий денег, не сребролюбивый. А нам важно не количество денег, оно, строго говоря, вообще от человека практически не зависит. Нам важна страсть, чтобы она в нас не развелась. Вот. Люди часто спрашивают, ну, как же, все равно же, раз он зарабатывает деньги, раз он зарабатывает много денег и думает о приумножении заработанного, он же и сребролюбив. Нет. Вспомним вот эту четырехступенчатую дорогу вниз для сребролюбивого человека. Человек начинает с того, что он сомневается в промысле Божьем. То есть не тогда, когда он просто зарабатывает деньги, а когда он зарабатывает их на всякий случай, когда он зарабатывает их, потому что вдруг что-нибудь случится. То есть, когда он не просто делает работу, когда он начинает копить деньги, будучи, размышляя не о сегодняшнем дне, а о дне, который когда-нибудь наступит, хотя он может вообще никогда не наступить. Невнимательный человек не видит в этом никакой разницы. Но на самом деле она напрямую есть. Если, скажем, сегодня мои дети просят есть, я иду, зарабатываю деньги, покупаю им еду, то никакого сребролюбия здесь нет. Естественно, всякому человеку хочется заработать денег побольше и купить еду повкуснее. Но и в этом нет сребролюбия, потому что он просто, вот он заработал их сегодня, если он заработал там 200 рублей, он купил булку хлеба и палку колбасы, если он заработал 1000 рублей, он добавил к этому молока и кефира, если он заработал 10 тысяч рублей в день, он купит какие-нибудь вкусности или деликатесы, или еще что-либо. Естественно, это лучше. Но и тот, который заработал 200 рублей, и тот, который заработал 10 тысяч, в данном случае не являются сребролюбивыми людьми. Они просто вот в рамках того, сколько они заработали, все это проели. Завтра он будет зарабатывать снова и снова будет это проедать. Ничего сребролюбивого здесь нет. Он считает, что все эти деньги, неважно 200 рублей или 10 тысяч, даны Богом на прокорм его семьи, и он радуется и тому, когда из 200 с голоду сегодня не умрем, и тому, когда из 10 тысяч наконец-то мы поедим что-нибудь вкусненькое, что-нибудь такое этакое, что дети будут счастливы. Вот поэтому, также вот в более, ну скажем, развернутом диапазоне социальной жизни, очень много разных случаев, которые связаны с деньгами, связаны с зарабатыванием денег, но не являются, по существу, производными страсти, сребролюбия. Потому что человек не переживает о промысле Божьем, а исполняет то, что велит ему сегодняшний день. Например, организация бизнеса. Конечно, организация бизнеса, казалось бы, для таких не бизнесменов, как я, например, или вот большинство тех людей, которых я знаю, которые вокруг меня находятся, вот они действительно думают, так по крайней мере написано в учебнике общества знания, что всякий бизнесмен начинает бизнес, чтобы заработать деньги. Конечно, он начинает бизнес, чтобы заработать, но он начинает бизнес для того, чтобы, ну скажем, купить себе квартиру, или построить себе дом, или дать хорошее воспитание, образование своим детям, или еще для чего-то. То есть, конечно, для денег, но не деньги сами по себе его интересуют, в данном случае его интересует семья. Вот, с точки зрения экономики, с точки зрения курсов общества знания разницы никакой нет. У человека приобретает материальные блага, но на самом деле, с точки зрения антропологии, с точки зрения представления человека, разница огромная. Дом ему нужен для семьи, просто семья для него важнее, чем дом. Не будет семьи, ему не нужен дом, или там квартира. Если он хочет дать образование, это мысль о семье, а не о чем-либо другом. Человек просто, на самом деле, руководствуется в зарабатывании денег семейными ценностями. Конечно, по-разному может быть, но вот не всякий человек, открывающий бизнес свой, и действительно старающий заработать деньги, думает, собственно, руководствуется страстью, сребролюбие. Он может, например, начать бизнес просто потому, что ему поручили. Я знаю такие случаи, знаю таких людей, которых просто в один прекрасный день вызвали и сказали, вот тебе работа, ну скажем, по управлению каким-то предприятием, если сделаешь, справишься, получишь, ну, достаточно большую сумму денег, там, 500 тысяч, миллион, или больше. И человек справляется с этим, получает большие деньги, большие деньги, начинает вкладывать их в собственный бизнес, или в этот же бизнес, на котором он работает. Но изначально он и не думал об этом, просто ему эту работу поручили. Или, например, человек что-то умеет делать, вот есть у него талант, например, организаторский талант. Он берет и организует людей, в сущности, разрозненных, например, такой разрозненный элемент, ну скажем, переводчики с разных языков. Они есть, есть специалисты, и когда нужно, ну скажем, мне, кому-то другому, там, перевести какую-то документацию, нам нужен переводчик. Найти специалиста по этому языку можно, можно, но, во-первых, всегда сомнение, а сможет он, не сможет, а качественно, некачественно. Я ему дам перевод, он просто запихает его в онлайн-переводчик и сделает перевод, а мне он такой не нужен, мне нужен качественный перевод. Вот, и естественно, когда эти все переводчики собраны в какой-нибудь конторе, в какой-то фирме, легче связаться с фирмой, и есть некая гарантия качества, и человек организует это дело, потому что он умеет это делать, потому что он умеет организовывать, потому что умеет ладить с людьми, потому что он имеет этот талант, и он его использует, он так зарабатывает себе на хлеб, он может заработать на хлеб с икрой, может даже заработать на хлеб с черной икрой, может заработать просто на хлеб, но он делает это потому, что он единственное, что он умеет делать, в этом нет как таковом сребролюбие, потому что он думает о том, как мне сейчас жить, а не о том, что а вдруг потом что-нибудь случится, а я нигде ничего не работаю, никак не продуманно живу, вот, или, ну вот очень много случаев, и эти, когда мы внимательно посмотрим на те мотивы, которыми руководствуется человек, собирающийся зарабатывать деньги, мы видим, что они очень разные, и, собственно, порождением сребролюбия является именно мотив того, что человек не доверяет промыслу Божию, он думает, а вдруг, вот этим, а вдруг, руководствуются люди, порой совершенно небогатые, это никак не связано с деньгами, например, Вот, закончила какая-нибудь девушка педагогический институт, ну, скажем, работник дошкольного учреждения, по специальности она дошкольная педагогика, вот, и думает идти в детский садик, А ей говорят, ну, что ж ты пойдешь в детский садик-то работать, в детском садике много не заработаешь, ты лучше иди и работай, ну, скажем, например, В торговый центр продавцом, менеджером, ну, скажем, по какого-нибудь там костюмы элитные продавать, вот, она думает, ну, действительно, что там зарплата воспитателя, а тут обещают два раза больше, пойду-ка я, пожалуй, торговать, вот, Мотив нечестный, мотив, скажем так, неказистый, нехороший, но в прямом смысле слова, он не сребролюбивый, хотя руководствуется она именно количеством зарплаты, Но решает она проблему, потому что она хочет сейчас жить здесь и сейчас, она может даже, я знаю такие случаи, человек задает вопросы Богу, а где, собственно говоря, место, на котором ты меня хочешь видеть? И те же самые люди, девушки, закончившие педагогический институт, спрашивают на полной серьезе, потому что ведь действительно, если ты хочешь жить в городе, снимать квартиру, если у тебя какие-то здесь обязательства или еще что-то, тебе действительно одной, допустим, на зарплату работника воспитателя дошкольного учреждения не прожить. Нужен муж, тебя его еще нет, вот, а квартира съемная или ипотека, в общем, очень много вещей на человек, вроде бы, с точки зрения советской этической модели, и без разницы, человек руководствуется меркантильными соображениями, он такой, руководствуется практическим умом, но это не сребролюбие. В той или иной степени это так или иначе решает эти проблемы любой человек, потому что действительно в этом мире надо очень много вещей, то же самое образование, например, очень дорогая вещь, и, похоже, с каждым годом будет все дороже стоить. То есть хорошее образование, раз уж получается так, что то образование, которое есть, оно все ниже и ниже по своему статусу, значит, с тем все больше и больше денег придется вкладывать в получение образования детей, если родители хотят дать образование. Поэтому это не сребролюбие. А вот если к этой же самой девушке, закончившей дошкольное учреждение, приходят и говорят, слушай, вот, оставайся ты, вот она думает уйти в торговый центр, а ей говорят, оставайся, потому что если случится война, то ты точно проживешь. Потому что за детьми надо будет следить, и ты хотя бы будешь сытая, тут вообще никак про денег не сказано. Но это сребролюбие, по сути дела, там вообще о деньгах разговора нет. Но там начинается с того, что человек решает задачу не сегодняшнего дня, а будущего, причем не реально будущего, а придуманного будущего, неизвестно, что будет, но мы уже думаем о том, чтобы решить эту проблему. И очень важно, скажем, понимать, что мотивы моих поступков, они могут быть разные, но они не должны быть, то есть мы не должны строить реальную жизнь, исходя из того, что где-то, когда-то с нами возможно что-нибудь случится. Вот, это важный такой момент. Поэтому, если сребролюбивых мотивов нет, то и в бизнесе, который делается без этих мотивов, в работе, за которую платят хорошие деньги, в квартире, которую мы покупаем на эти хорошие деньги, никакого греха нет. Нет. Человек тогда начинает грешить, когда он начинает думать о несуществующей проблеме и пытается к ней подготовиться. Когда он решает то, что сейчас нереально, ненасущно того, что сейчас нет. И вот именно это решение надуманной проблемы приводит к тому, что мы решаем то, чего нет, и постепенно становимся страстными и сребролюбивыми, потому что в итоге-то надеемся не на Бога, который велит нам заботиться о сегодняшнем дне, а мы начинаем надеяться на себя. Мы такие продуманные, мы сейчас построим план, мы решим, как нам выбраться из ситуации, которой еще нет, и начинаем надеяться на свои деньги, на свои запасы, на свои какие-то связи. В любом случае, фактически, это идолопоклонство, как и говорит апостол, вот в том отрывке из колоссийного апостола Павла, что мы начинаем поклоняться делу рук своих, своим мастерству, своим связям или своим деньгам. И вот этот момент очень важен. Безнадежность человека рождает, то есть когда он не надеется на Бога, рождает тревожность. Тревожность призывает человека, чтобы он оперся не на Бога, как можно надеяться на того, на кого ты не видишь, а на что-то зримое, по-настоящему, вот, казалось бы, надежное. И человек начинает надеяться чаще всего на деньги, на сбережения, реже на связи. И все это, конечно, очень плохо, потому что всякий, кто надеется не на Бога, обязательно будет постыжен и посрамлен в своих надеждах. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok